Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Александр Рассохин. Второй час. Возвращаемся с обещанной темой. Будем обсуждать запрет тестирования косметики на животных. Нужен он в России или нет? Я сразу должна сказать, что тема в некотором смысле была инициирована нашим редактором Владимиром, который вчера провел большую подготовительную работу. И ее плоды мы с вами в нашем эфире будем наблюдать. В некотором смысле. Ну а пока я должна поздороваться с нашей гостьей Екатериной Маттанцевой, генеральный директор компании МИКО. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Прямо с самолета к нам Екатерина прибежала. Нужно сказать, что у нас еще и опрос на нашем сайте. Тестирование косметики на животных в России нужно запрещать, не нужно запрещать. Либо вам все равно. И вопрос, неужели к этому привлекают животных. Вот смотрю я на нашем сайте, большинство, 67% практически за вариант нужно запрещать. И не надо запрещать ни одного голоса. Если говорить про контакт, то 37,5% за вариант надо запрещать, 15% не надо запрещать. А сколько тех, кому все равно? Это на втором месте этот вариант. 25%. И вопрос, неужели к этому привлекают животных. То есть люди, видимо, не знают об этом. 22,5%. Ничего себе. То есть почти половина фактически не заинтересована там ни так, ни так. Да, не задумывались. Мы решили этот вопрос, просто не думали. Ну, нужно отметить, что законопроект вносился еще в 2015 году людьми, которые непосредственно связаны с регионом. Это лидер Кировских эсеров Сергей Доронин и также Единоросс, в свое время представитель, депутат Госдумы от Кировской области. Игорь Игошин. Игорь Игошин, да. Я думаю, что мы, наверное, Екатерину попросим сейчас напомнить немножечко историю вопроса. Наверное, она в курсе. То есть вот 2015 год вносится законопроект Сергеем Дорониным и Игорем Игошиным. Правильно? Ну, наверное, можно начать с того, что наша страна достаточно отстает от зарубежного законодательства. То есть в Евросоюзе давно уже применяются альтернативные методы тестирования, не на животных, а биологическим путем. Какие это методы, чтобы сразу было понятно? На искусственной коже, на клетках. И получается, что в Евросоюзе уже вступил даже полный запрет. То есть изначально просто методы применялись, можно было выбирать производителю. Либо так, либо так. Да, уже много лет, поскольку там тоже общество по защите прав животных существует. Мы знаем, что в Европе эти общества, они имеют большой вес. И получается, что сейчас уже полностью запрещено даже ввоз туда косметики, которая тестируется на животных. А в нашей стране Российская парфюмерно-косметическая ассоциация вот эту тему альтернативных методов тестирования продвигала с 2009 года. И в технический регламент нашей отрасли косметической с 2012 года введена возможность тестирования продукции не на животных. И сегодня это именно на плечах производителя ответственность, как он тестирует продукцию на животных или не на животных. И тут, наверное, можно как раз радиослушателям сказать, что же такое тестирование на животных. Нам вроде кажется, ну что там, кремик намазали, страшно что ли. Но вы представляете, в каких условиях содержатся эти животные, да? Каким методом, да и так далее. Я хотела еще попросить вас напомнить, все-таки, когда мы говорим о тестировании на животных, какие это животные? О ком идет речь прежде всего? Ну, в основном там, конечно, кролики содержатся, и бытовую химию тоже тестируют, крупную рогатую скота используют. Но в основном это кролики, поскольку лаборатории небольшие. И мыши. Да, мыши. Ну вот Рео Новости, если не ошибаюсь, сообщалось, что 80%, ну точнее первое место занимают мыши. Также это крысы, лягушки, морские свинки, голуби. И кролики. И кролики, да. Ну то есть мы понимаем прекрасно, что кролика кремом не намажешь, то есть каким-то образом другим происходит. Там проверяют токсикологический вот именно эффект, насколько токсична косметика, вызывает ли она раздражение. Есть и другие варианты, которые нужно тестировать, да, насколько микробиологически загрязнена продукция, органолептические ее свойства. То есть тут проверяется не именно то, что крем там подействовал, да, а именно насколько он вызывает обратную реакцию. Но опять же сторонники, наоборот, противники методов тестирования на животных, они приводят еще такие аргументы, что не всегда релевантно то, что, например, показывается на животных, да, и как это оказывает эффект на людях. Например, некоторые лекарства кошкам безразличны, а у человека головные боли снимают. Ну, то есть вот много очень моментов, ну, в первую очередь, это, наверное, гуманные методы, да, альтернативные. И в 2015 году, получается, был внесен федеральный закон о запрете тестирования на животных. И приятно, что это кировские, да, депутаты Госдумы. Вот это мне, на самом деле, очень приятно. Вот, и отклоняют этот закон уже в который раз. Я понимаю, наверное, у нас Татьяна Николаевна Пачкова, она много раз тоже выступала, что, с одной стороны, она это вводила, потому что отрасли нужно развиваться. И если бы в нашей стране не было вообще таких методов, мы не могли бы даже экспортировать свою продукцию в Евросоюз. Вот, с одной стороны, мы можем, да, выбирая соответствующие лаборатории, но, с другой стороны, у нас недостаточно развита база. То есть у нас нет лабораторий, которые бы тестировали по-другому, потому что не нужно сравнивать лаборатории Евросоюза и лаборатории России. Они в достаточно таком ветхом состоянии находятся. То есть мы технологически очень сильно отстаем. Очень сильно отстаем, вот в плане вообще развития космического отрасли, я бы так сказала даже. То есть ни лаборатории, ни каких-то даже исследований по токсичности каких-то отдельных ингредиентов у нас не проводятся в стране. То есть нужно признать, что если вводить вот эти альтернативные методы полностью для всей отрасли, то, конечно, нужно создавать такую программу постепенного перехода к этому. Потому что нужно оснащать и лаборатории, и это сразу огромный поток производителей нахуйнет в эти лаборатории, если другие не смогут как-то модернизироваться. То есть тут нужно очень аккуратно подходить к этой теме, но я считаю, что к ней нужно обязательно подходить. И если не в этом году, то в следующем или через год. Я думаю, что нужно все равно к этому идти. Нужно отметить, что как раз-таки Роспотребнадзор выдал свое решение по этому законопроекту. На основании этого решения комитет Госдумы по экологии рекомендовал Госдуме отклонить этот законопроект. Вновь рекомендовал. Да, причина отказа инициаторы как раз-таки не подсчитали стоимость переоборудования системы, что это будет довольно затратно. И это одна из причин. У нас есть запись. У нас есть комментарий Татьяны Пучковой, руководителя Российской парфюмерно-косметической ассоциации из города Москвы. Вот как раз специалист, про которого говорит Екатерина. Я предлагаю сейчас комментарий послушать. После этого мы сходим на небольшой перерыв, а потом уже обсудим. Итак, с чем вы связываете такое активное муссирование темы запрета испытаний косметики на животных и сам законопроект? Тема наличия методов альтернативного тестирования косметики на животных, она достаточно уже не новая. Международное научное сообщество занимается ей уже 20 лет. 20 лет посвящено отработке адекватных методов, которые соответствовали бы данным классической токсикологии и давали адекватные результаты, но при этом не использовались бы животные, а использовались бы, скажем, какие-то клеточные культуры или какие-то другие подходы. Поясним, классическая токсикология – это как раз-таки испытания на… Классическая токсикология – это токсикология, которая проводит испытания и на животных, и на органах животных, и еще целым рядом методов, которые уже давно отработаны, показаны, и которые максимумнее оцениваются пищевые продукты, лекарства, все, что попадает внутрь организма человека. Методы тестирования, которые мы будем с вами называть альтернативными, они делятся, условно говоря, на две такие большие группы. Это методы, которые валидированные, то есть признанные во всех странах мира, то есть отработанная методика, эти методы признаются во всех странах мира. А другие методы – это методы, которые тоже показывают ту или иную оценку действия, оценку токсичности какого-то конкретного химического вещества или смехи, но при этом они являются свойственными только для данного региона или для данной страны, от этого они не стали хуже, они успешно работают, но эти методы не признаны во всем мире. Методы, которые признаны во всем мире, их очень немного, их всего десяток, и ими тестировать можно далеко не весь спектр косметической продукции. Методы, которые есть в Российской Федерации, их четыре, они оформлены соответствующими законодательными методическими указаниями, указания эти опубликованы, и все наши лаборатории, которые тестируют продукцию, работают по этим методам. Но эти методы не были лидированы в мире. Результаты их, от этого я повторюсь, хуже не становятся. На всей территории Таможенного союза результаты этих методов признаются. Но в мире для того, чтобы свою продукцию вывести за рубеж, от тестирования этих методов, нам нужно найти эксперта, который скажет, да, эти результаты я принимаю, они адекватны общим мировым. Вот такова ситуация первичная с альтернативным методом. Что этим занимаются? Обычно это либо культура клеток, либо микроорганизмы, либо водоросли, либо, как в случае российской практики, это водоросли, сперма быка и желток яйца. Методы альтернативного тестирования гораздо менее точные, чем методы классической токсикологии. Вот если мы возьмем, капнем какое-то вещество, скажем, в суспензии водорослей, то мы в первую очередь получим ответ типа «да» или «нет». То есть если клетки погибли, мы говорим, что вещество токсичное. Если клетки не погибли, мы говорим, что вещество не токсичное. Метод классической токсикологии может сразу дать количественную оценку. Поэтому для того, чтобы метод альтернативного тестирования запустить в работу, нужно провести очень-очень много экспериментов, которые подтвердят, что он действительно дает адекватный результат. Эта работа достаточно трудоемкая и дорогая. И еще раз повторю, научное сообщество этой работой занимается всего мира уже в течение последних 20 лет. Ну вот три года назад достаточно большая группа российских токсикологов. Я, как примкнувшие к ним в том числе, мы ездили в Америку и на протяжении достаточно долгого метода обучались методикам альтернативного тестирования. Я могу сказать, что методики в сети требуют очень высокой специальной квалификации, специального образования. И они, в лидерированной методике, достаточно дорогостоящие. То есть это отнюдь не такое баловство и не такая легкая замена классической токсикологии, как это преподносят сторонники всего зеленого. Ну и переходим, видимо, к законопроекту. Переходим к законопроекту. К сожалению, авторы этого законопроекта, потому что мы не потрудились в никто, вообще, в сути альтернативных методов. Он, сейчас буду говорить еще несколько слов, но он абсолютно дисграмотен. Во-первых, в косметике есть такие понятия, как эффективность и безопасность. Это два совершенно разных понятия, два разных класса испытаний и две разных категории вообще оценки продукции. В этом законопроекте все свалено в одну кашу. И безопасность и эффективность совершенно очевидны, что те, кто его писал, не понимают никакой разницы между двумя этими категориями. Потому что, когда говорят о тестировании на животных за рубежом, речь идет об оценке эффективности продукции. Когда говорят об оценке применения альтернативных методов у нас, в России, по нашей практике, выводы продукции на рынок, речь идет об оценке безопасности продукции. Поэтому авторы законопроекта этого не понимают. Вторая ошибка, конечно, огромная, что авторы, видимо, не видели в глаза ни одной методики. Потому что в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что внедрение этих методов на территорию Российской Федерации возможно немедленно, она не требует никаких ни научных ресурсов, ни финансовых затрат, ничего не требует. Вот теперь представьте, что такое оснащение гостящим оборудованием. Достаточное количество лабораторий на всей территории Российской Федерации, государственных лабораторий, для того, чтобы все производители косметической продукции могли быстро и без лишних затрат вывести на рынок свою продукцию. Более того, я могу сказать, что соответствующего штата профессиональных специалистов, биофизиков, токсикологов, которые умеют работать на такой оборудовании, такими методами, нет. Их придется обучать, ходить в дорогостоящие стажировки и так далее. Поэтому это и методически, и финансово очень непростая задача. Он играет на эмоциях людей, он играет на жалости к животным. И я слышала немало комментариев достаточно грамотных терматологов, специалистов-химиков, токсикологов, которые выступали по самым отличным радиостанциям, когда была первая попытка продлинуть этот законопроект два года назад. Она уже была, провалилась полностью под той же самой аргументацией. Люди говорили, что вы не понимаете, что в данной ситуации в нашей действительности остремительная замена тестирования, она означает, тестирование безопасности, я имею в виду, она означает, что тестирование фактически пойдет на массе населения, которые эту косметику будут использовать. Татьяна Валентиновна, и последний, наверное, вопрос. На ваш взгляд, в принципе, законодательно что-то тут нужно менять, что-то регулировать? А зачем? У нас прекрасно работающее законодательство, которое называется техническим регламентом. У нас поступательное движение, у нас законодательство постепенно гармонизируется с европейским, и также постепенно, в меру возможности внедрения новых методов, внедряются альтернативные методы тестирования. Постепенно, шаг за шагом, законодательством вводятся новые методики, которые позволяют просто расширить спектр методов на выбор производителя. Например, в данный момент любой производитель или импостер косметики, который захочет проверить, оценить свою косметику на безопасность, может выбрать метод тестирования. Он может тестировать на животных и получить соответствующее заключение. Но он может прийти в центр и сказать, я не хочу на животных тестировать, я хочу тестировать биологическими методами. И он получит результаты для своего продукта вот теми самыми альтернативными методами, которые приняты на территории Российской Федерации и которые полностью законны и достоверны научны. Я в этом вообще не вижу никакой проблемы. Вся поднятая шумиха, шумиха абсолютно популистская. Ну вот Татьяна Пучкова, руководитель Российской парфюмерной косметической ассоциации из Москвы, говорит, что закон популистский. Мы сейчас с Екатериной Матанцевой это обсудим, но после небольшого перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается. Говорим с Екатериной Матанцевой, генеральным директором компании «МИКО». Обсуждаем вопрос запрета или не запрета тестирования косметики на животных. Нужен он в России или нет? Вот сейчас был комментарий. Татьяна Пучкова, руководитель Российской парфюмерной косметической ассоциации, и она заявила, что в принципе наше законодательство, как оно выразилось, гармонизируется и следует за европейским, но заявила, что если на Западе оценивается эффективность этой косметики, как я понимаю, и методов, то вот этот законопроект Доронина и Егошина, он говорит, он оценивает безопасность. То есть действительно ли в Европе главное это эффективность? Мне кажется, что все вот эти шаги зеленых, Гринписа и других организаций, они как раз-таки были направлены на безопасность, на защиту этих животных. Действительно, косметика, я уже говорила, ходит исследование по разным параметрам. Вот это токсикологическое, которое говорит, насколько это безопасно для твоего здоровья и для здоровья животных, вот если это методы тестирования на животных. А есть еще доказательства по эффективности. То есть это уже сам производитель, если он заявляет, что ваш крем, наш крем, убирает морщины за 14 дней, то он должен протестировать это. И у нас тоже это можно было протестировать, например, на добровольцах. Есть специальные институты, которые исследуют и доказывают. Если токсическая безопасность доказана, косметики людям уже не страшно смотреть, убирает крем морщины или нет. То есть если токсический ингредиент исследован на безопасность, то тогда его уже дальше можно включать в косметику и больше никак ее не исследовать на эффективность. А если нужно, то просто это уже уменьшается, твои объемы тела при креме, которые способствуют похудению, или не уменьшаются. То есть это не всегда важно производителю, он не всегда это заявляет. То по поводу безопасности самих ингредиентов, которые даже используются в косметике, почему, может быть, Татьяна Пучкова так строго высказывается. С одной стороны, мы понимаем, есть ингредиенты, которые давно уже протестированы, которые давно присутствуют на рынке косметическом, и которые минеральные мазка, какие-то экстракты стандартные, не мухомора, без ядов, без токсинов. И они уже давно используются, они происследованы и на животных в том числе. Тогда и смысл повторного каждого раза этого тестирования. Конечно, есть еще такой момент, когда разные ингредиенты в смеси дают какой-то эффект. Но, в принципе, если это стандартный ингредиент, и лаборатория, разрабатывая эту формулу, понимает взаимодействие этих ингредиентов, то даже на биологическими методами можно увидеть. Другой вопрос, конечно, Татьяна Николаевна говорит, что если это новый какой-то ингредиент, он неизвестный, неизвестный, недавно полученный, или очень агрессивный, потому что у каждого вещества есть еще класс опасности. Малоопасное вещество, да, там очень опасно. Эти же краски для волос, то есть они достаточно такие, как сказать, агрессивные по воздействию, и для дыхания даже, да, парикмахеров, и в перчатках работают парикмахеры, и так далее. То есть, конечно, это такие ингредиенты, которые в современных условиях в России не протестировать биологическими методами, да, получается, что не люди же будут потом тестировать на себе. В свое время вообще в Америке, когда отрасль только развивалась, очень слабые были критерии по безопасности косметической продукции, и массовое заражение населения были, потому что микробиология страдала, да, и так далее. И поэтому в отрасли все более и более ужесточали критерии по безопасности, потому что, конечно, самое главное все-таки это безопасность людей в любом случае. Но я думаю, что все-таки, если планомерно смотреть и развивать отрасль, потому что есть лаборатории, которые готовы оснастить, конечно, эти методы дороже, и тут уже, опять же, всегда идет еще у государства забота о производителя. То есть, если эти методы будут дороже, с одной стороны, конечно, мы будем инновационной страной, да, которая внедряет новые методы, но это будет удорожать производство. Исследовательно цену продукта. Да, цену продукта. И производителей всегда у нас, конечно, тоже берегут, потому что не так много производителей, вот, и не хочется ударять по их карману. Но я думаю, что если это постепенно и готовить рынок к этому, то все-таки это возможно в будущем. Я думаю, что все равно нужно идти в этом тренде, конечно, есть сторонники старой школы, советской школы и так далее. Им проще использовать старые методы, чем что-то новое изучать. Это не без оскорбления, но как бы просто есть разные люди. Есть инноваторы, есть там приверженцы консервативные. Но все-таки вот щадящее отношение к животным, это все-таки тренд современности. И я думаю, что нельзя это обходить стороной, потому что и детей, как мы воспитываем, да, тоже, опять же. И как вообще общество в эту сторону смотрит. Все равно это везде гуманизируется. Я думаю, что и в косметической отрасли тоже к этому мы должны прийти. Но это все постепенно. Постепенно, да. Но вот этот законопроект, вы изучали его? Я его изучала. Действительно, он не очень прописан. Сырой. Много моментов там. То есть претензии Татьяны Пучковой, которые она высказывала, они оправданные, да? Ну, я согласна, да, что я всегда вообще рекомендую всем. Да, у нас есть и блогеры. Вот я буквально вчера полемику вела с одним как раз этичным блогером, который... Этичным? Этичный, да. Есть такие блогеры этичные, про вегетарианскую косметику пишут, да, про косметику, которая не тестируется на животных, она считается этичной. Вот. И я тоже разговаривала как раз на тот момент, когда ты что-то говоришь на большую аудиторию, не для 20 своих родственников, подружек, то ты должен уже выступать как профессионал. И там девушка высказалась тоже, что вот этот не тестировал производитель на животных, хотя в реестре методы зарегистрированы как на животных. Роспотребнадзор подтверждает, что на животных, сама компания отрицает. И вы понимаете, что в фотошопе недолго бумажку подделать за 15 минут, какую бы тебе бумажку не показывали, но сторонняя организация говорит, что они тестировали. И смысл? Смысл доказывать и получать подтверждение от этой компании. Ну, обманывают, обманывают, ну, пошла дальше и так далее. То есть я так не к чему писала блогеру, что, ну, вроде повышайте свой профессионализм. Не надо говорить, что вам показали бумажку и всё. То есть если есть ограничения там в бытовой химии, значит, как бы надо так и писать. Мало ли, что компания говорит. И точно так же, когда тем более мы пишем законы, есть смысл всегда посоветоваться со всеми, со сторонниками этих методов, да, с противниками этих методов. Я вообще всегда зато, я раньше тоже была таким ярким эко-приверженцем, но когда, поскольку я уже давно в отрасли, там, около 9-10 лет, вот, я уже, наоборот, стала больше прислушиваться к тем, кто высказывает какие-то негативные мнения. Потому что всегда... Альтернативная точка зрения. Да, нужно изучить их мнение, да, и тогда ты поймёшь, а в чём действительно риски. И вот если наоборот, например, я думаю, если бы Татьяну Пучкову подключить к этому, да, законопроекту и спросить, а как это возможно? А если бы это было возможно, что нужно было бы сделать? А какие, может быть, инвестиции привлечь и так далее к этому? Вот тогда это был бы, может, какой-то диалог. Да, мы иногда не согласны с чем-то, но если к нам идут искренне заинтересованные в развитии отрасли, то как эксперты, действительно, Татьяна Пучкова — это один из главных экспертов нашей отрасли, она много литературы пишет и вообще, то, конечно, постепенно вода и камень точит, и можно было бы прийти к какому-то взаимовыгодному решению, был бы какой-то вин-вин. И в плане законодательства, и в плане людей, которым действительно не всё равно, что происходит с животными в нашей стране. И в плане производителей, которым, возможно, придётся внести какие-то дополнительные траты, расходы. Да, и производители, насколько они готовы вообще удорожать методы тестирования. Вот по поводу как раз-таки альтернативной точки зрения, сейчас будет небольшой перерыв, а после мы пытаемся дозвониться до директора консультационного аналитического агентства «Биокосмос» Елена Коваль, и у неё как раз-таки иная точка зрения, если сравнивать с мнением Татьяны Пучковой, по поводу этой всей ситуации. Но сейчас небольшая реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается, и говорим мы всё так же о запрете тестирования косметики на животных, нужен он в России или нет. У нас в гостях генеральный директор компании Мико Екатерина Матанцева. Выслушали мы мнение руководителя Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой. Говорит она, что менять законодательство не надо, и так оно следует за европейским постепенно, потихоньку. Но сейчас пытаемся мы дозвониться. Дозвонились уже, да? Да, сейчас у нас будет ещё одно экспертное мнение. Елена Коваль, директор консультационного аналитического агентства «Биокосмос», тоже город Москва. Елена, добрый день. Вы нас слышите? Да, прекрасно. Добрый день. Добрый день. Ну что, вот запрет тестирования косметики на животных. Два года назад предлагали его внести. Сейчас вновь комитет... В сентябре прошлого года вновь предлагали внести. И комитет вот здесь 9 марта отклонил. Не рекомендовал к принятию. Ваше мнение? Да, я в курсе. Давайте, я знаю, что у нас уже мало времени передача скоро будет заканчиваться. Я позавчера больше двух часов провела как раз в Думе. И мы обсуждали то, что произошло 9 числа. Рассуждали не эмоционально, а предметно. Закон может быть. Он, более того, будет рано или поздно. Хорошо, чтобы рано. Потому что сейчас, например, если вы знаете, общество защиты животных Калифорнии выступило с инициативой запрет испытания животных во всём мире. И сейчас ищет страну спонсора, который поддержал бы эту инициативу и, так сказать, обеспечил её внедрение. Вот просто я хочу сказать, что происходит в мире. Теперь, забыв о животных, да, ну, я не забываю, я сама не убиваю животных, не потребляю в пищу животных и так далее, и так далее. Такой логики придерживается существование большинство моих знакомых. Я хочу сказать вот по делу. Для того, чтобы этот закон принять в ближайшем времени, нужно проделать определённую работу. Потому что принятие закона – это чёткая последовательность действий. Если мы их выполняем, то закон имеет 99,9% шансов на то, что он будет принят. Если мы их не соблюдаем, то получаем тот результат, который получили 9-го числа. Для того, чтобы принять оперативно этот закон, оперативно – это значит, что ещё год примерно пройдёт, но примерно, потому что есть логика. Она, может, плохая, но она такова. В нашей стране как долго, что проходит закон для того, чтобы он принят, какие согласования и так далее. Это существенный нормативный акт, который повлияет на многие структуры, в том числе, которые платят налоги и так далее. Государство относится серьёзно к этому вопросу. Поэтому надо срочно просмотреть список аккредитованных лабораторий, которые имеют возможность тестировать косметические средства, посмотреть, кто из них оборудован, кто из них не оборудован, для того, чтобы проводить тесты аналитически, не прибегая к тестам на животных. Я вам хочу сказать, что таких лабораторий много, но надо точно в правительство подать сопроводительный документ к закону, который сказал бы, что вот у нас тысяча лабораторий аккредитованы, из них, допустим, там 800 уже умеют это делать, рап, препятствий нет к принятию. Следующее. Нам надо посмотреть посредников, которые связывают тех, кто изготавливает, производит косметику, и чтобы они тоже имели список таких лабораторий и обращались именно к ним. Это будет стоить дешевле. Готовы они будут поступиться, получать меньшие комиссионные или нет? И следующее. Это сами производители, если мы будем говорить о российских производителях косметики, которые часто что-то делают совсем инновационное, имеют, может быть, лаборатории, чтобы производить какие-то сложные там рецептуры. И вот эти именно интересуют, потому что им они могут сказать, что вот нам нужно, мы не хотим принимать на себя какие-то риски. Поэтому нам надо опросить производителей, изготовителей, мы их у нас в расстоянии называем, и сертификаторов. Вот сейчас будет Эршерт-Шарм 20-го числа, вот там соберутся большинство наших производителей, вот должны выйти туда линейные силы, мы уже об этом говорили, чтобы это произошло физически. Потому что говорить – это одно, это склонность с нашей стороны поговорить, но не сделать. Я уже попросила нескольких человек этим вопросом заняться. Я думаю, что мы в ближайшее время поступим конкретно, и если у нас, у государства такие требования для того, чтобы принять закон, я думаю, что это разумные требования, мы можем их выполнить. А закон такой, наверное, должен быть. То, что если человек хочет руссковать, украшая себя всячески, то его право нести риски. Елена, простите, пожалуйста, скажите, а вы с авторами законопроекта как-то связывались? То есть, я так понимаю, ведь вот все, что вы говорите, это должно быть отражено все-таки в документах, которые потом будут вноситься. С автором этого закона, потому что, так сказать, я о нем узнала не так давно, если честно, потому что я сейчас занимаюсь не только вопросами безопасности в области косметики, но и в области сельского хозяйства, потому что у нас политика пока направлена на травлю почвы и народа, то есть нация долго не просуществует. Если еще мы так будем тянуть резинку в той области, она более существенна, потому что то, что попадает внутрь, это более существенно, чем что мы мажем снаружи. Но, тем не менее, все-таки это все одна, как бы, да, цепочка. И теперь вот я к ней вот подключилась. Понятно. Вы считаете, что в ближайшие годы законопроект все-таки будет принят? Я считаю, что если мы проведем эту работу, и если мы подадим законопроект с точки зрения того, какие требования предъявляет государство к этому законопроекту, я не вижу, что могло бы помешать этому мнению. А есть ли какое-либо лобби, может быть, производителей, и, может быть, оно сможет помешать, либо его нет, по-вашему мнению? Я не очень хорошо знаю, и я всегда действую как серый кардинал, как личность с большим авторитетом. Такие действия, с моей точки зрения, вот именно мои такие действия, они наиболее дают эффективность, результативность и так далее. Если будет такое лобби, будет прекрасно. Это потому что слово лобби, мы к нему не очень хорошо, в принципе, относимся, потому что мы привыкли, что вот там, в Америке, лоббируют что-то, да, плохие лоббируют что-то хорошее. Но если люди объединятся в защиту животных, просто надо сходить один раз на бой, не один раз в Биварии, да, ребята? Ну, все вопросы отпадут. Тогда у нас будет лобби, который называется «Страна». Ну, сходите в Биварии, посмотрите на привязанных, возьмите свою собаку, отдайте ее на месяц, пусть на ней проведут испытания, потом сберите обратно. Я вас уверена, что вся страна превратится в лобби, который выступает за то, чтобы не мучить животных. Я поняла. Елена Коваль, директор консультационно-аналитического агентства «Биокосмос», город Москва, с нами на связи была. Елена, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Екатерина, вы не думаете, что может быть какой-то лобби со стороны производителей, которые будут стараться повлиять на законодателей, чтобы запрет все-таки не вводился? Ну, честно говоря, я часто на мероприятиях в Москве бываю, в том числе с крупными концернами. Я вижу, наоборот, с их стороны какое-то понимание, потому что они из западных рынков приходят. Что Unilever, что другие участники рынка, они понимают, что это все равно есть в других странах, и, может быть, это у нас будет. Я в целом верю, что рынок, если действительно с каждым общаться, то будет гуманизироваться со временем. Вот Татьяна Пучкова еще говорила о том, что, несмотря на альтернативные варианты, все-таки нужно специальное образование, специальные методики и прочее, и прочее. И эти методы, они гораздо менее точные, она заявила. Знаете, я давно уже в госкругах говорю, что в Европе на экологии зарабатывают. Может быть, это как-то звучит, но действительно у правительства больше шансов, когда оно позиционирует себя, что мы думаем о народе, мы думаем об окружающей среде, где будут жить ваши дети и так далее. И поэтому там, конечно, все проще с этим обстоит. Они внедряют эти методы, это все дороже, с точки зрения экологии, финансов и так далее. Но люди, они к этому привыкли, и они говорят, да, о нас заботятся. И в том числе здесь. Это хороший рынок, я не знаю, кто, конечно, за это будет платить, это нужно тоже думать, обсуждать. Но, тем не менее, повышать квалификацию принято в любой отрасли, я считаю. И в том числе ничего страшного, если мы обучим наших лаборантов каким-то новым методом, это, наоборот, будет развивать нашу отрасль. Мы не будем стоять там и использовать старинные какие-то методы, содержать этих животных. Это же тоже большая затрата, чтобы их содержать. И намного это грязнее, чем даже новые методы. Вот я думаю, что это будет развивать отрасль. Другой вопрос, что кто понесет, конечно, эти затраты, если это понесет государство, то, что оно в итоге получит, то тоже нужно, чтобы государству это тоже было выгодно. Я думаю, что государство наше, к сожалению, в ближайшие годы вряд ли возьмет на себя эту обязанность, потому что затрату государства сейчас, мне кажется, по другим фронтам больше. сами лаборатории, но они уже будут включать это в стоимость первого года исследований. Первого года исследований. Да, то есть это тоже все возможно, тут нужно обсуждать просто. А то, что не до конца достоверны, ну видите, есть методы, которые во всем мире признаны, но Россия, поскольку их не использует, скорее всего, это потому что дорогостоящие оборудования нужно закупать. И тут нужно тоже смотреть, насколько наши методы, которые мы используем, они, знаете, это как потерял, я потерял ключи там, но ищу-то здесь, потому что здесь светло. То есть я использую методы, которые не совсем релевантны, но позволяют работать там на недорогостоящем оборудовании. Тут тоже нужно выбирать. Если есть во всем мире одобренные методы, и они подтверждены, и они релевантны стандартным методам на животных, то, может быть, есть смысл их вводить, может быть, хотя бы для какой-то лаборатории, где используются, будут тестироваться ингредиенты уже более сложные, новые ингредиенты, выходящие на рынок, да, или формулы, или, например, у нас же есть тоже исследование продукции, например, продукция, которая там просто крема, да, они там просто декораются в соответствии получаешь, исследуешь продукцию. А госрегистрацию проходишь, если это краски для волос, автозагар, там интимная гигиена, то есть продукты, которые уже такого более опасного воздействия могут быть для здоровья. То есть возможно для таких использовать только определенный метод, может быть, нужно. Он будет более дорогостоящий, только в небольшом количестве лабораторий. Я думаю, что всегда можно найти вин-вин, и в том числе и в этом положении. А вот что вы думаете по поводу, ну вот сейчас ситуация экономическая и там возможно политическая. Сколько лет необходимо для того, чтобы этот законопроект был принят, чтобы эти нормы стали уже вот укоренились в нашем обществе? Ну и в целом доверяю Елене как эксперту, мне кажется, единственный момент, что год это надо, чтобы только признали в отрасли, что это будет когда-то. То есть чтобы вот все эти лобби устаканились, были готовы. Чтобы признали нормой. Да, еще год нужно на то, чтобы действительно принять этот закон. Мне кажется, еще нужно время на то, чтобы его разработать. Да, два-три года уйдет на то, чтобы с такого-то года будет это внедрено. Чтобы готовились производители, лаборатории. Не бывает такого в стране уже давно, когда, например, приняли закон и все, завтра там бежим все отжиматься. У нас всегда есть какой-то переходный период, иногда четыре года, иногда три. То есть возможность есть подготовиться и время дать на подготовку и лабораториям, и производителям. Сейчас смотрю я результаты опроса тестирования косметики на животных в России на нашем сайте. 75% за вариант надо запрещать. И ни одного за... Не надо запрещать. Вконтакте. 38% за вариант надо запрещать. На втором месте мне все равно. На третьем неужели к этому привлекают животных знак вопроса. И на последнем месте 17% не надо запрещать. Мы благодарим Екатерину Матенцеву, генерального директора компании МИКО, которая была у нас в гостях, обсуждали тему запрета возможного тестирования косметики на животных. Анна Лапшина, Александр Асохин. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова